Итак, друзья, у нас сегодня необычная сессия, мы говорим на русском языке, вот, и, честно говоря, мне даже не верится, потому что все время на английском, на английском, с разными странами, с разными рынками, вот, и даже уже в какой-то мере свободнее на английском начинаешь общаться, чем на русском, непривычно. У нас вчера было две сессии итальянская и испанская, очень хорошо провели, вот, очень классный у нас перевод был, вот, люди получили ответы, скажем, на интересующие их вопросы, вот, сейчас у нас третья сессия на русском языке, вот, я рад приветствовать в нашей студии, во-первых, Эдуарда, мы на одинаковом фоне находимся, потому что мы в одном отеле, но мы в разных номерах, мы сейчас в Дубае, уже несколько дней здесь, и мы сюда приехали на длительный срок, исключительно для бизнеса, для развития Дейзи, у нас нет никаких других соображений, только, в голове только бизнес. Конечно же, очень рад приветствовать Анну Бекер, нашего специального гостя, который сегодня поделится огромным количеством полезной информации, вот, правда, в сжатом формате. С нами также Алексей, вот, как представитель нашего комьюнити, вот, ребята, не думайте, что у Алексея какое-то особо привилегированное положение, это не так, вот, просто, просто нам нужно было, чтобы кто-то зачитал вопросы, которые наиболее волнуют комьюнити, да, Алексей проводит, в том числе, всякие встречи, презентации, у нас потом будут отдельные лидерские встречи, я уверен, да, Анна, может, мы попросим для русскоязычного рынка, где, конечно же, другие лидеры также будут присутствовать. Вот, и прежде чем перейти к продуктовой части, у нас на самом деле регламент такой достаточно сжатый, потому что следом за русской сессией идет у нас японская, и нам ее тоже нужно заранее начать, заранее встретиться, поэтому мы попробуем в 30, максимум 40 минут уложиться. Вот, прежде чем перейти непосредственно к продуктовой части и дать микрофон Анне, я бы хотел, чтобы Эдуард сказал тоже пару слов от себя касательно Дэзи, вот, тоже, может быть, непривычно на русском языке говорить, потому что все время по-английски, по-английски, вот, Эдик, что ты можешь сказать касательно Дэзи? Спасибо всем, что зашли на звонок, да. Я коротко очень, перед тем, как доктор Анна начнет говорить, показывать нам реальность продвижения, развития этого нашего нового Дэйзи. И как у нас происходит трейдинг, я уверен, что все, у людей много вопросов есть, когда мы начнем Дэйзи, когда мы начнем подписывать людей, когда мы сможем открыть смарт-контракт, то есть у нас проходят сейчас тесты, то есть, я не знаю, на русском тесты, да, и, то есть, важно очень, чтобы вы поняли, что мы это делаем на очень очень долгие сроки. Это не то, что нам там набрать миллион людей и все. Нам нужно, чтобы наш смарт-контракт работал бесконечно, бесконечно много-много уровней. Не то, что там тысячу уровней или миллион уровней. Нужно сделать такую систему, чтобы работало все время бесконечно, чтобы наши же группы, наши организации, когда мы начинаем, допустим, открываем новую фазу вторую, фазу третью, чтобы вся ваша группа с вами все время была. Чтобы вам не начинать по-новому строить, и там, чтобы какие-то красс-рекридинг начинать, чтобы все время все было, да. Смарт-контракт, так как эта технология еще как бы не совсем еще, как сказать на русском, на сто процентов хорошо работает. Промировавшаяся, да. Да, это новая технология еще, то есть здесь есть некоторые у нас такие как бы challenges, но вот если добавить Endotech и Анну с ее таким гений умом, мы очень близко подошли к тому, что завершим. И мы на следующей неделе где-то к четвергу должны иметь для вас уже такие крепкие, как бы точные, думаю, что у нас будут уже точные дни, когда мы можем объявить. То есть с нами здесь также находится Джереми Рома, наш также партнер, у нас здесь трое. Илья, я и Джереми Рома, мы все в Дубае сейчас, так что на следующей неделе будет очень интересно. Но самое главное, самое главное, вот весь концепт этого бизнеса, где это фундамент для бизнеса, это Endotech, это разработка вот этого нового DAISY AI. И вот как раз этот звонок мы делаем только на, то есть будем концентрироваться вот сейчас все, что доктор Анна нам поделится насчет white paper и результат. Так что опять благодарю всех, доктор Анна, пожалуйста. Очень приятно. И опять же я начну свою речь как бы с благодарности, потому что благодаря тому, что launch-нулся этот проект, и вот Илья, Эдвард и Джереми launch-нули этот проект, а вы поддержали с точки зрения contribution, мы смогли начать в январе разрабатывать DAISY проект. И этот DAISY проект, это в принципе, я знаю, что среди своих друзей, среди любого человека, которым я разговаривала насчет моделирования систем, это как бы мечта. Все об этом мечтают. Поэтому мы вот первые, которым досталось его разрабатывать. Я хочу показать наш vision, наш white paper, который мы написали. Опять же, это только vision пока, потому что сама разработка только началась, и первичные результаты появятся в ближайшие месяцы. Я сейчас сделаю share screen. White paper, она доступна через Telegram, channel Telegram, доступна будет через наш сайт Endotech, и, конечно, через DAISY Crowd и другие каналы. Это первая версия, она, конечно, будет меняться, и у нас будет специальный канал коммуникации, чтобы вы могли, особенно те, которые из профессиональной области, из университетов и так далее, у нас есть уже достаточно много студентов, которые с нами работают. Если есть какая-то заинтересованность, то нужно написать будет специальным образом, чтобы это попало в правильный у нас департмент, и мы будем слушать ваши фидбики и ваше понимание. Опять же, вы заинтересованы в профессиональных группах. Значит, о чем DAISY проект? DAISY проект, он о, скажем так, понимании, как можно систематически получить high-risk, high-return alpha. То, что я сейчас сделаю, я покажу структуру, чтобы все знали, как что читать. Я уверена, что многие из вас уже читали white paper, поэтому это не новая структура. Мы объясняем в первых главах о самом DAISY проекте, какие у нас есть распределения сил, что такое NDTEC, что такое DAISY проект, что такое DAISY global, краудфандинг. Потом мы рассказываем о самом рынке, да, о самом рынке, и тут есть некоторые интересные факты для всех, потому что не все знают, что уже существуют некоторые решения, какая проблематичность у этих решений, для кого эти решения. Я думаю, что первая вот эта часть, market analysis, мы написали ее как можно короче и как можно более информативно, с другой стороны, для того, чтобы люди поняли, что такое high-risk, high-return ниша, в которой мы находимся. После этого начинается уже очень техничная часть, которая рассказывает о том, как можно добиться результата в high-risk, high-return. И тут есть два лидирующих подхода – технический и фундаментальный анализис. Мы как NDTEC работали в техническом анализе, у нас есть модели, и все, что вы видите до сегодняшнего дня, сделано с помощью технического анализа. Но, как знают, опять же, профессионалы, технический анализ, он недостаточен с некоторых перспектив, и поэтому для этого нам нужен фундаментальный анализ, но фундаментальный анализ, который будет, опять же, помогать техническому, он не развит еще в мире с точки зрения автоматизации и искусственного интеллекта. Таких систем пока практически не существует. Опять же, вы увидите, те системы, мы описываем, что да, существует, но то, что вот мы ищем, оно не развито еще. Поэтому DAISY проект, он занимается тем, что он строит систему, которая поможет нам найти рынки и найти моменты внутри рынка с высокой волатильностью. Почему высокой волатильностью? Потому что мы хотим, как только у нас есть высокая волатильность, мы уже знаем, как выделить из нее паттерны, модели и трейдовать с помощью технического анализа. То, что я сейчас делаю, я покажу вам за пару минут буквально, я не буду долго объяснять, но хотелось бы вам показать структуру, как мы ее видим. Мы, с одной стороны, решили пойти абсолютно по всем dimensions, по всем вариантам описания денежного рынка. То есть мы хотим зайти во все, построить полную карту денежной системы во всех странах, по всем типам, по всем элементам, по всем ассетам. И потом из этой информации мы хотим посмотреть, как деньги перетекают из одного типа в другой, из одной страны в другой, из одних рук в другие. И это, в принципе, отвечает за волатильность, потому что как только мы сможем добиться этой модели, будет намного легче понимать, например, сейчас биткоин, да, он остановился или нет? Почему Итер не продолжает? Одно дело мы видим Эллен Маска, который говорит и провоцирует некоторый флоу, некоторый интерес, потому что многие люди прочитали эту информацию, увидели эту информацию и так далее. С другой стороны, это уже было в прошлом. Что сейчас происходит? Есть ли дополнительные факторы, которые могут толкнуть дальше биткоин или помочь Итеру подняться наверх? То есть вот это перетечение, поток денег – это то, что мы ищем. С помощью чего мы ищем? Есть сопутствующие факторы. Сопутствующие факторы – это геополитические, behavioral, социальные, геополитические и так далее. Значит, что мы говорим? Что это поддерживающие факторы для наших моделей. Мы, опять же, собираем всю эту информацию, но мы не пытаемся это все запихнуть в одну большую систему deep learning и надеяться, что там что-то выйдет. Такой подход не работает в подобных системах, особенно в финансовых рынках, поэтому будем моделировать каждую часть отдельно. Мы достаточно глубоко прописываем, детально это прописываем в white paper. И, опять же, те, кто любит AI, те, кто любит фундаментальный анализ, приглашены прочитать и посмотреть. Сейчас я прыгну на более такую тему, которая нам всем интересна. Это наши сроки, наши timeline. Мы начали проект в январе, получили первичное спонсирование. И на эти деньги мы смогли организовать все, что нам нужно для команды. У нас есть теперь команды AI, финансовые аналисты и программисты. Я уже не говорю о дополнительных дизайнерах, випи-продукты и тогда, извините, продукты и QA, которые мы набрали специально для DAISY. И, в принципе, эта команда уже начала функционировать. Мы дописали white paper, и вот с этого момента мы продолжаем. Наши планы – это, что в апреле у нас будет первичная технология, которая нам нужна для DAISY. В июле мы сможем выпустить уже форексные системы на тестовых аккаунтах. Дальше мы пойдем в шире, потому что DAISY должна нам помочь выйти до дополнительной рынки. Мы пойдем на commodities, на ultra-ETF системы, на рынки и так далее. То есть здесь это открытая такая коробочка, в которой мы будем тестировать разные рынки и смотреть, куда стоит зайти. В 2022 году мы должны уже быть с некоторыми версиями DAISY. Начнем с альфы, конечно, будем продвигать. И закончим продуктом в июле 2022 года. И последняя информация, которую я хотела с вами поделиться, это структура DAISY, чтобы было понятно. Следующая часть презентации, которую я покажу, потому что я покажу работающую DAISY, и поэтому нужно понимать, что такое работающая DAISY и как она будет продвигаться. На данный момент Индотек работает уже несколько лет, и у нас разработана технология для алгоритмического трейдинга, полностью автоматического трейдинга. Она включает в себя системы money management, portfolio allocation, рассылки сигналов по разным счетам, order execution разных типов, подключение к разным экшенжам, то есть работающая полностью система для алго-трейдинга. DAISY входит как элемент, который улучшает и результаты, и помогает нам выйти на дополнительные рынки, что для нас критично, потому что крипта может в любой момент стать излишне волатильной или наоборот потерять волатильность на какой-то период времени. Мы не хотим зависеть от одного рынка, тем более, что этот рынок на данный момент продолжает быть очень коррелированным. Поэтому просто показать вам общую систему, что система DAISY, она входит в элемент нашего выбора, выбора ассетов, на которых мы будем трейдинговать, и, конечно, она помогает в разработке самых стратегий, потому что мы получаем дополнительные элементы. И то, что я хочу сейчас показать, это мы переходим на результаты DAISY, да. На данный момент мы 24% почти, 0.02% профита внутри DAISY на полном фонде. В январе мы получили 25 658 000 в трейдинговый фонд. На данный момент это 31 миллион, и мы можем видеть базисные результаты, как это произошло. Начали мы трейдовать 18 числа, и до сегодняшнего дня мы развились в такой перформанс. Для маленьких контрибьюторов мы видим, что результат чуть-чуть меньше, и главная причина – это то, что в начале, еще до трейдинга, нам пришлось конвертировать трон, и как раз в этот момент трон упал где-то 23-25%, и поэтому мы потеряли 2-3 десятых процента для некоторых клиентов. Я хочу вам показать, откуда эти цифры берутся, чтобы было такое ощущение реальности, что это не цифры со стороны эндотека, это цифры со стороны биржи. Вот у нас есть трейдинговый аккаунт DAISY, на данный момент он относительно маленький, мы его держим только на Binance. Он разделен между мастер-аккаунтами и саб-аккаунтами. Как вы можете видеть, здесь у нас есть 47, два из которых были тестовыми аккаунтами, и 45 настоящих саб-аккаунтов. И эти аккаунты вместе суммарно, на их балансах лежит 1,229,4,526, и на фьючерсах лежит 26,110,1 миллиона. Вот сумма этих трех счетов дает нам сумму в DAISY. Теперь надо понимать, что мы апдейтываем это приблизительно раз в час, поэтому может быть плюс-минус какая-то часть миллиона между этими цифрами, но в принципе мы берем их напрямую оттуда. Теперь немножко из нашего бэк-офиса хочу показать, что происходит, и объяснить наши результаты. Вот это бэк-офис Эндотека и также DAISY, конечно, в этот момент, потому что DAISY получила полноценную инфраструктуру отдельно от всех остальных клиентов Эндотека. мы работаем с 25 портофолио, на которых разделены 45 счетов. Как вы видите, у нас есть биткоин, есть ауткоины и Итер на данный момент. Есть еще Tron, но Tron сейчас потихонечку должен потерять свой смысл, и потом объясню, почему. Значит, что я хочу показать? Как это работает? У нас есть для каждого счета объект, который его обрабатывает, рассылает ему сигналы, выполняет ордеры и так далее. Значит, на данный момент, например, этот счет, который биткоиновский счет, секунду, секундочку, мы видим, что этот счет, он начался с 2 миллионов 275 тысяч. Сейчас он у нас поднялся уже до 58. Мы играем в 95% счета. И тут есть, я думаю, леверидж где-то 2 на оригинальный баланс. Значит, давайте зайдем в Execution. Здесь мы видим все наши ордеры. Мы можем видеть, что мы зашли в первый раз в BuySignal по цене 33886, то есть относительно идеальный заход после очень сильной волатильности. И начали выходить аккуратно, начиная с 49 немножко вышли, потом на 52, потом на 54, 55 и 57. Мы вышли частью этого портопола. Тут очень важно понять, что мы не пытаемся выжать максимум из каждого тренда с точки зрения левериджа и так далее. Почему это так важно? Потому что рынок у нас очень-очень волатильный. Как сейчас мы видели 60% подъема, так он может и упасть в течение 2-3 дней на 50%. Поэтому если мы будем гнаться за максимальной выжимкой из каждого тренда, мы подвергаем наш фонд очень большому риску. Поэтому то, что мы делаем, это, конечно, мы берем тренд в самом начале аккуратно, но потом мы не увеличиваем никогда леверидж. Мы используем компаунд для этого. Поэтому те, кто заинтересованы в более агрессивных трейдах, это не про этот фонд. То есть есть у нас решение для более агрессивных потребностей, но не тут. Потому что если мы зайдем на трейдинг, я просто хочу показать парочку чартов, то мы знаем, что, например, Итер, который обычный идеальный ассет, и я лично верю, что он еще, как всегда, чисто процентно победит биткоин по росту и по падениям, это чисто исторически он всегда был более активный, то то, что происходит, что мы не идеально берем вайнхолд процентами, то есть мы заходим, и у нас есть выходы посередине. Теперь что произошло? Например, с помощью Дейзи мы убрали вот этот заход. Почему? Потому что мы посчитали волатильность дополнительным образом, и вы можете видеть, что в Дейзи не было вот этой просадки, не было вот этого выхода. Здесь мы еще не справились, и над этим мы сейчас работаем в Дейзи, чтобы когда есть понижение волатильности, но до сих пор есть open interest, который продолжает заходить на рынок, чтобы мы здесь тоже не выходили раньше времени. Вот. Поэтому, опять же, Дейзи – это наш инструмент, который нам поможет с нашими существующими стратегиями улучшить результаты. Но, опять же, мы не боремся с байнхолдом, и мы не боремся с… сделать лучше, чем байнхолд. Если тренд идет наверх, и у нас… мы хотим быть с такой же степенью успеха. То есть, например, если байнхолд там сделал 50-60%, то мы хотим сделать наши 25-30%, потому что, когда он потом упадет 50-60%, мы тоже сделаем 20-30%, понимаете? То есть, мы не боремся с байнхолдом, потому что у нас есть другой инструментарий, который нам помогает в остальных периодах. И я слышу эти вопросы о том, что каждый раз, когда что-то происходит рынком, нас спрашивают, а почему вы не сделали лучше, чем могли бы? Потому что мы не пытаемся сделать абсолютный максимум. Например, если падает рынок, опять же, на 50%, мы не возьмем 50%. Мы сделаем все, чтобы взять 25-30%. И когда рынок будет волатильно скакать и каждый раз делать плюс-минус 50%, мы вообще можем не трейдовать, потому что самое опасное для нас – это сделать неправильный шаг. Мы не хотим сделать никогда неправильный шаг. Поэтому вот это, как бы, мой ответ на вопросы, которые обычно задаются, а почему так или не так. Как вы можете видеть, в Альтах тоже похожая ситуация, как у нас была. Мы начали с 34,3 миллиона 400, сейчас мы в 5 миллионах 400 и так далее. То есть самое главное для нас – это не ошибаться на большие варианты, то есть не взять неправильную сторону и не закрыть ее слишком поздно. Если мы в правильной стороне, опять же, каждый раз в месяц мы будем брать 20-30% подобных, этого более чем достаточно, чтобы в компаунде победить buying hold. Ну, в принципе, это все. То есть у нас есть Daisy продукт от Frontend, у нас есть его подтверждение через счет Binance, и у нас есть наш back-office, в котором происходит вся вот эта кухня трейдинга, в котором происходит вся кухня портофолио менеджмента и так далее. Поэтому с удовольствием сейчас вопросы. Анна, огромное спасибо, поскольку у нас регламент. Вот я предлагаю Алексею задать несколько вопросов, ну как представителю нашего сообщества. Алексей, я знаю, у тебя подготовлены вопросы от разных лидеров, самые часто задаваемые вопросы. Поэтому, хотя на часть вопросов, возможно, Анна уже ответила. БК за рога. Ну, конечно, Анна ответила же на часть вопросов, но тем не менее есть вопрос, который очень много беспокоит. А чем же таким искусственный интеллект отличается от миллиона ботов, которые есть на рынке Форекс, там скальпингом занимаются и все такое? То есть есть же автоматизированная торговля. А чем таким отличается искусственный интеллект? То есть каково какое-то коренное отличие? Как его отличие? Дело в том, что скальпинг – это совершенно другой тип трейдинга. Это тип трейдинга, который, когда пытаются поймать очень маленькие движения рынка. Мы замахнулись и трейдываем вот как эндотека, как дейзи, мы идем больше как инвестмент. То есть мы не пытаемся с помощью бота скальп – это значит соскоблить, да, вот как скальпелем срезать немножко профита. Почему этот подход скальпинга, он очень проблематичный? В принципе-то он не работает, потому что нет много ботов, с помощью которых люди делают деньги, иначе как бы у нас не было столько клиентов. Потому что этим могут заниматься только профессиональные команды, и я знаю эти команды, и они, у них очень тяжелые инфраструктуры, у них очень дорогие инфраструктуры. Компании, которые действительно успешны на рынке, эти инфраструктуры стоят 50 миллионов в год, 100 миллионов в год, да, и все равно они не удерживаются долго из-за того, что есть компетишен, из-за того, что есть… Поэтому, с моей точки зрения, скальпинговые боты – это некоторый такой оппортуанизм для маленьких клиентов на очень короткое время. Пока вот большой не заметил чего-то и не смог это сделать, скальпинг-бот работает. Это очень эффектный маркетинговый бот, потому что ты вдруг видишь, ты выиграл там полпроцента, два процента, три процента. Даже какой-то период времени ты выигрываешь, а потом это перестает работать. То есть это не лонг-тема-беста. Наша цель, она совершенно другая. Наша цель – действительно дать альтернативу людям для инвестиций, которые high risk, high return. То есть если у тебя есть лишние деньги на счету, и ты хочешь, чтобы они действительно позволили тебе изменить свое финансовое состояние, вот это наша цель, чтобы на лонг-тем в течение года, двух, трех, пяти, чтобы эти деньги тебе действительно изменили твое будущее. Вот, опять же, эти деньги должны быть риск-лос-капитал, то есть к которому ты можешь отказаться от них, да, то есть это действительно high risk, но в принципе это цель. Боты, которые маленькие, они чаще маркетинговые, которые позволяют тебе на какое-то время что-то выиграть, что-то схватить, и потом они перестают работать. Почему искусственный интеллект? Потому что подобные таски, они очень сложные, есть и competition, и другие группы, которые это делают, поэтому ты должен быть лучше. Это как спортсменов, да, это как бы следующий уровень, который позволяет тебе сделать что-то интересное. В существующий момент на ботах, которые есть на рынке, нет искусственного интеллекта. Есть оптимизации, есть чуть-чуть машин лернинга иногда, но нету искусственного интеллекта, который охватывает понимание, делает депризонинг, делает глубокую алгоритмику, такого пока нету. Поэтому это существует, опять же, почитайте white paper, там относительно это написано насчет кто наши компетитеры и кто что делает. Ну, если переводить на простой язык, наверное, то, что я понял, это для потребителей, это более устойчивая система, которая дает больше прибыли не в диапазоне одного-двух дней, а в перспективе. Это правильно, да. Окей. И то мы говорим об искусственном интеллекте, который сейчас, да, потому что DAISY AI – это же новое поколение. Да, это новое поколение, да. Сейчас мы пока пользуемся старым поколением AI, которое больше про оптимизацию, которое больше про стандартный машин лернинг для параметров. Это как бы, это существует. Просто мы нашли свою нишу, как это, чтобы это заработало. А в DAISY это уже следующий уровень. И вот в этом уровне, в следующем, мы же ведь будем закладывать всевозможные Wall Street Bells, вот эти течения пампов. Конечно. Через интерьер кто-то там что-то написал, там тот же Илон Маск, да, вот вы его упоминали. И как это искусственный интеллект наш, DAISY AI, он будет это схватывать? То есть это будет учитываться? Или это все опять же в white paper? Это, во-первых, это отвечено white paper, но я вкратце объясню. Мы заинтересованы в информации, которая приходит нам из стандартных источников, например, third party информации, да. Но, например, информация, как Илон Маск, обязательно будет считываться. Вся информация, которая на вас знает, будет считываться. Вся информация, которая действует на сентимент, будет считываться. И из нее будет, есть специальная прослойка искусственного интеллекта, которая умеет переводить текст в сентимент, а потом проверять его, какая была на это реакция. Поэтому, да, это Илон Маск обязательно, то, что происходит с, скажем так, вот последней истории про GameStop и так далее, обязательно. То есть это часть того, что мы хотим определить, потому что это мы увидим, что это воздействие на рынок, искусственное или настоящее. Это будет видно из вот этого money flow. Это будет из потока денег видно. Это настоящее воздействие или искусственное воздействие. Потому что часто возражают и говорят, что как вы можете определять там тренды, если просто киты манипулируют, и прям как кит захочет, туда рынок пойдет. Правильно, правильно. Поэтому есть технические, поэтому мы обязаны делать комбинацию. Мы не можем сказать так, что мы будем такие умные, что мы предскажем, что другой человек решит. То есть это мы не сможем сделать никогда. Поэтому нам нужна вот эта компонента технического анализа, которая делает действительно сам трейдинг, которая говорит, ну да, если уже он решил этот кит, то тогда мы присоединяемся и так далее. Но нам нужно определить как можно раньше, насколько действительно это один человек решил, группа решила, это было действительно течение информации, которая воздействовала на рынок или так далее. То есть это как раз те вопросы, это замечательные вопросы, которые мы пытаемся решить. Еще вопрос узкоспециализированный. Хотелось бы видеть, наверное, просто было бы удобнее, график торговли Дейзи, там же ведь несколько трендов, несколько портфолио, 25 плюс еще 10, отдельно на сайте Индотека, просто как отдельный график. Мы сейчас создаем сайт Дейзи, на котором мы будем показывать весь наш прогресс, ответы на вот эти вопросы, кстати, интересные, технологии, которые мы развиваем, показывать вот этот World Money Map, Global Money Map и так далее. Мы будем показывать всю эту информацию и, конечно, мы будем показывать наши результаты, как Дейзи, на этом сайте. Просто мы сейчас это все готовим. Это возьмет время, это не возьмет там, я не знаю, я не буду обещать недели, но через какое-то время мы выйдем с этой информацией. Я надеюсь, что вот этот вопрос, просто показать Дейзи, опять же, мы показываем Дейзи как глобальный фонд внутри платформы. Мы также внутри платформы покажем более детальную информацию обязательно. Но Индотек мы хотим немножко отделить с точки зрения презентации от Дейзи, потому что Дейзи заслуживает своего канала, как бы своего прямого канала насчет информационного и о AI, и о результатах, и так далее. Поэтому поставим обязательно, к сожалению, не в ближайшие дни, но обязательно поставим и в самой платформе, и на сайте Дейзи. Отлично. Ну, в общем, у меня вопрос исчерпан. У нас есть три поднятых руки, но мы как по РФН это успеваем? Алексей, мы без рук, мы без рук, без рук. У нас нет времени. Ты уже вопросы, которые самые частые ты задал. Я бы хотел подытожить. У нас следующий Zoom японский. Поэтому в первую очередь хочу поблагодарить Анну за то, что выделила время, объяснила на русском языке, можно сказать, на родном языке. Достаточно интересные, правильные вещи. И что хочется подчеркнуть? В чем разница между Дейзи и другими разными компаниями, платформами? Я уважаю эту индустрию. Есть очень много классных компаний и так далее. Но очень редко на рынке, на финансовом, скажем так, MLM финансовом рынке, возникает такая ситуация, что у нас сейчас временно, у нас технический, скажем так, перерыв. У нас не работает платформа маркетинговая временно. Тем не менее, у нас продукт движется. У нас мы видим достаточно хорошие результаты. У нас, кстати говоря, возможно, даже до запуска, возможно, мы не можем это гарантировать, даже до запуска, который у нас состоится в марте, вот о чем мы, скорее всего, в четверг мы сможем, как Эдуард сказал, скорее всего, мы сможем на глобальном Zoom уже какие-то сроки озвучить. Вот, возможно, даже до этого мы сможем включить кнопку вывода средств. Потому что очень многие, естественно, пытаются нажать эту кнопку, вывести что-то. Мы же видим хороший достаточно уже кусок пирога, там сидит, да, и хочется его вытащить. Вот, и, возможно, мы это сделаем заранее. То есть, что хочется сказать, то, что на самом деле время, оно с точки зрения продукта, оно зря не уходит, оно не теряется. Все классно работает, все здорово, вот, все налаживается. Не забываем о том, что у нас это стартап, вот, и что впереди очень-очень много работы. Все ресурсы информационные, все ресурсы коммуникационные у нас будут созданы. И Анна, когда на разных зумах, на итальянском, на испанском, показывает англоязычный white paper, да, белую бумагу, я понимаю, что 95% людей, будь это бразильцы, мексиканцы, там, или итальянцы, да, или русские, естественно, не понимают, о чем речь, потому что просто не знают английский язык. Поэтому, естественно, мы это все переведем, white paper, на наши основные, главные языки, где у нас присутствуют лидеры, да, присутствует сообщество. Это мы тоже обязательно сделаем. Это то, что хочется сказать от меня. Вот, всем огромное спасибо за терпение. Вот, маркетинг обязательно у нас возобновится. Вот, мы ради этого приехали, прилетели сейчас в Дубай. Мы очень плотно работаем. У нас проходят встречи. У нас технические звонки по два раза в день с группой нашей технической. Вот, практически уже технические, скажем так, челленджи, они уже как-то решены. Вот, мы сейчас в стадии тестинга, и на днях мы поймем уже по срокам. То есть, это не будут сроки там несколько месяцев, естественно. То есть, мы достаточно близки. Но более четко по датам мы сейчас не готовы сказать, потому что нам нужно дозавершить этот тестинг, чтобы после этого понять. На этом, в принципе, хочется подытожить сегодняшний звонок. Я думаю, что мы обязательно устроим, после того, как мы проведем вот эту серию звонков на разных языках, у нас еще и китайские, и вьетнамские, и французские впереди, и арабские очень просят арабы. У нас тоже большое сообщество. Особенно, наверное, будет интересно Анне из Израиля обещать для арабского сообщества. Вот у нас такая интересная ситуация. Но мы не знаем политики, мы не знаем религии, мы здесь в бизнесе, да, и мы все говорим на языке денег. Это, на самом деле, очень классно. Вот, соответственно, когда мы закончим серию этих звонков, я думаю, что, Анна, может быть, мы пригласим тебя еще отдельно, на русскую встречу, где, может быть, соберутся лидеры, и мы тесным кругом сможем пообщаться. Но это потом, это позже, естественно. А сейчас, как представителем выступил Алексей, задал вопросы. Спасибо Алексею тоже за хорошие вопросы. Закругляемся. Тем, кто сегодня не успел посетить наш Zoom, не попал к нам по какой-то причине, либо не проснулся, либо уже заснул, либо просто пропустил то, что у нас сегодня эта встреча, мы выложим обязательно запись на наши официальные ресурсы, на наш YouTube-канал, и на daisycrowd.com, на нашем сайте будет анонс, и на Телеграме, что эта запись, она выложена. Так что вы сможете дать ссылку тем людям, кто пропустил. Вот у нас, я считаю, очень важный был сегодня Zoom. С точки зрения прозрачности, вот мы на глобальном звонке, когда это показали, у нас был огромный фидбэк от лидеров со всего мира, сказали, это был самый лучший звонок. На самом деле, Анна, то, что ты показываешь, что у нас сходится, то, что видим в кабинете, с тем, что на самом деле на Binance, вот никто этого не показывает в нашей индустрии. Вот практически никто. Все говорят, что деньги зарабатываются. Когда задаются вопросы, каким образом, они говорят, ну, это коммерческая тайна, вот это за семью печатями, мы не можем это показать. Я скажу так, если бы Мэдов это хотя бы один раз показал, то многие пенсионные фонды не потеряли бы денег, поэтому я считаю, что это важно. Это как бы та... Конечно. Как это sanity-тест, который обязательно нужно делать. Конечно, конечно. Иначе это самый минимум, который должен произойти. Конечно, конечно. И об этом мы говорили с первого дня, еще до запуска. Мы всегда про это говорили, что ДЭЗИ строится на прозрачности. У нас полная честность, открытость, прозрачность. И децентрализация, в том числе это наше кредо, да, это все, в принципе, это наша политика. Мы здесь не для того, чтобы хайпануть, набрать денег, там, кого-то обмануть и так далее. Упаси Боже, да. У нас долгосрочный, серьезный, большой бизнес, и мы в самом-самом начале пути. Я благодарю тех, кто понимает это видение, да, кто запасся терпением с маркетинговой точки зрения. Конечно же, мы отдаем отчет тому, что у нас задержки. Мы с Эдуардом также находимся в сети. Мы также строим, у нас есть аккаунт, и мы как маркетологи отлично понимаем, да, что для маркетинга такие задержки-то не есть хорошо. Но это все временные, скажем так, вызовы. Вот, мы это все преодолеем в ближайшее время. Вот, мы возобновим работу, и про ДЭЗИ еще очень многие заговорят. Все, я на русском языке, скажем так, заболтался, да, на английском я не такой болтливый. Вот, поэтому мы заканчиваем. И у нас сейчас уже впереди, через 15 минут, мало ли кому интересно, забегайте на японский Zoom, если вдруг кто-то у вас есть из Японии, зовите гостей. И до новых встреч. Всем спасибо. Пока-пока.